Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать в моё новое видео! И сегодня у нас видос на похожую тему, как лайфхаки для фингерборда, но сегодня я вам расскажу, как правильно обслуживать, как правильно ухаживать за своим фингербордом, чтобы он был приятный, аккуратненький, чистенький всегда, на примере своего. Как вы можете видеть, он, да, риптейп тут не самый новый. Я уберу буртрейлы, я хочу снять все наклейки, я уже давно мечтаю это сделать, чтобы была просто чистая дека, фиолетовая. Поменяю риптейп, может быть как-нибудь по прикольненькому его наклеим. И прочистим колеса, почистим его от грязи, потому что после хомспота колеса явно не самые чистые, не самые хорошо едущие. Можете слышать. Вот, ну и в общем приведем его в порядок, хочется немножко обновить свои ощущения от него. У меня есть вот этот, вот этот чистый, вы его знаете, он новый. И на этом уже около года, даже больше стоят на эти наклейки все. Возможно одну наклеечку мы наклеим для стиля. Тут есть флэтфейс наклейка, я не знаю, хочу я сдирать ее или нет, но наверное да, хочу, чтобы была просто, максимально чистая дека. Поэтому давайте приступать. Для сегодняшних всех процессов операционных у меня есть ножницы, пачка риптейпов, наклейки, возможно мы там найдем что-нибудь себе наклеить. Есть кусочек такого риптейпа, типа гуччи. И тут у меня, все вы видели видео, идеальный набор для фенербордиста для путешествий. Отверточка. Колеса нам не нужны, в принципе болтики нам не нужны. Все, это мы откладываем в сторону. Для начала откручиваем полностью траки. Я вам хочу сказать, что мне даже нравится. Вот я просто фингерборд закинул в рюкзак, когда мы ехали домой, и он знатно покоцался. Но мне нравится как это выглядит, не знаю почему, по ощущениям. Он уже такой мягкий, такой раскатанный, потому что я сейчас приклею новый риптейп. И он будет таким твердым, таким жестким. Его нужно будет раскатывать. А этот уже хороший. Но конечно он подертый. Это выглядит не совсем презентабельно, не совсем приятно. Так, я снял траки. Сейчас снимаем бордерейлы и будем отклеивать наклеечки все по одной до чистой деки. Как вы можете видеть, у меня здесь была наклейка ФБК, она уже конкретно подстерлась. Поэтому смысла ее здесь держать больше нет. Итак, все бордерейлы сняты. Такая дека прикольная, такая чистенькая. Так, ну что ж, переходим к наклеечкам. Итак, начнем с черной вот этой, план B. Их там две даже, по-моему. Надеюсь, что клей не останется на деке. Потому что не очень хочется его потом отдирать. Так, одна есть. Вторую тоже подцепили. Это так прикольно будет кататься на чистой деке, на самом деле. Так необычно. И сразу отдираем вот эту вот. Так. Клей, конечно, немножко остается. Я не знаю, чем. Спирта может ее протереть. Как бы лак не стерз. Так. Вот эту ФБК тоже уберем. Ну вот эту вот, наверное, маленькую Black River оставим. Flat Face вот эту я бы тоже оставил. Но все-таки я, наверное, ее уберу. Она уже очень долго здесь. Сделаем полную чистку фингерборда. Наклейки это стилево, конечно. Но они мне немножко поднадоели. Вот что мы видим, какая у нас дека. Немножко... Немножко с клеем. Сейчас я возьму влажную салфетку и будем протирать, пытаться убрать клей. Хотя, наверное, давайте сразу же тоже и рептейп попробуем отклеить. Пожалуйста. Хоть бы этот рептейп нормально отклеивался. О, у меня тут еще есть наклеечка. Деккс. Это, по-моему, когда я деккетейп клеил. Вот такая дека чистенькая у нас. Отправляю за влажными салфетками и попробуем стереть это все. Мне даже кажется, что тут оно уже немножко даже выгорело вот здесь от наклеек. Ну, я надеюсь, что это клей. Сейчас посмотрим. Нижняя часть, в принципе, очищена. Более-менее. Все-таки тут выгоревшая из-за наклеек. Хотя я не могу понять, почему выгоревшая. Она вроде бы на солнце долго не лежала. Ну, и это не оттирается. Немножко желтизна. Но ничего. Дека лодскульная, старая. Поэтому все в стиль уходит. Такая вот чистая дека у нас есть. Так прикольно. Без наклеек. Очень непривычно ее видеть. Давайте выбирать рептейп. И посмотрим, какие есть у меня стикера, чтобы их сюда наклеить. Вы скажете, Ярослав, ты убрал все стикера, чтобы наклеить новые? Ну, давайте просто посмотрим, что у нас есть из такого симпатичного. Есть вот такая вот маленькая обезьянка от ФБК. Есть вот такая вот переливающаяся. Но я не знаю, подойдет ли она сюда по цвету. Не очень нравится. Давайте оставим. Если я уже решил без наклеек, то давайте без наклеек пускай дека и остается. Попробую покататься на такой. Рептейп. Рептейп есть на желтой основе, есть на белой. Даже не знаю, какой из них лучше. Наверное, возьму вот этот вот желтый толстый. И на нем сделаем. Вопрос только в том, будем ли мы делать какие-то узоры на деке. Я думал порезать вот так вот полосочками тоненькими рептейп и наклеить его. Но, что-то не знаю. Мне кажется, лучшей классики особо ничего нету, когда она вот так ровно просто наклеена. По-моему, очень красиво. Так что давайте так клеить. Особо ничего выдумывать не будем. Важно проклеивать каждый изгиб, потому что на вот этой деке я наклеивал ровно, просто в натяжку получилось. И она немножко сейчас отклеивается. Соответственно, рептейп проживет намного меньше, чем бы он мог прожить. Итак, наклеиваем. Максимально прижимаем. Все. Готово. И теперь обрезаем ненужные остатки. У меня есть пилочка для ногтей, которой я это, наверное, и сделаю. Рептейп наклеен. Наклеен ровно, красиво. Сразу фингерборд имеет другой вид, приятный. Теперь для того, чтобы сделать отверстие в рептейпе четко по болтикам, я использую такой вот инструмент под названием скрепка для айфона, для того, чтобы симку вставить. Один трак готов. Сейчас ставлю второй и будем чистить колеса. Траки прикручены. Фингерборд выглядит так, как будто он немножечко голенький, без наклеек, конечно. Ой, катится совсем по-другому, как будто он стал легче на несколько грамм. Прикольно. Так, для очистки колес, как из видео про лайфхаки, вы уже знаете. Мы берем скотч, кладем его, прижимаем. Берем фингерборд и просто выкатываем его. Убрали такую пыль, которая была более крупной. Сейчас берем влажную салфеточку и просто протираем колесики. Можно было бы, конечно, еще ВДшкой залить подшипники, но у меня они, в принципе, более-менее нормально крутятся. Особо проблем никаких не вижу, поэтому просто протрем. Колесики чистые, кикфлип делается хорошо. Он, правда, легче по ощущениям, в разы легче, чем был. Но это прикольное ощущение. Ставим борт рейлы и, в принципе, фингерборд уже будет в полной сборке. Сможем оценить его красоту. Вот так выглядит чистая сборка моя. Очень мне непривычно, конечно. Риптейп в разы лучше, чем был до этого. Ой, знаете, очень приятно кататься. Какие-то новые ощущения без наклеек. Немножко меня смущает, выгоревшая наклейка Flat Face, точнее, вокруг нее. Но ощущение, правда, прикольное. Он как будто шире стал с риптейпом, который наклеен нормально от края до края. Вот такое вот обслуживание фингерборда сегодня мы сделали. Вы поняли, какие основные моменты нужно учитывать, если ты хочешь чуть-чуть привести фингерборд в порядок. Но если у тебя остались какие-то вопросы, ты можешь задать их в телеграм-чате. Я на них лично отвечу. Ссылка на него есть в описании. И обязательно подписывайся на этот канал, так как только здесь ты найдешь много разного интересного контента по фингербордингу. Разные обучалки, рубрики, повтори за мной, эксперименты. И много-много разных других полезных советов по поводу фингербординга. Всем спасибо за просмотр и всем удачи. Пока-пока.